Владимир Анискин – современный левша. На его счету больше десятка подкованных блушек, алфавит на срезе волоса, фигурки на косточках винограда и яблока, шахматный столик из скорлупы грецкого ореха – все работы не перечислить. К Олимпиаде в Сочи мастер-микроминиатюрист сделал снова необычный экспонат – золотую медаль. Я очень боялся браться именно за медаль, потому что найдутся какие-нибудь остряки, которые начнут говорить, что, мол, такая медаль – это что, наши успехи такие? Так мастер видит наши успехи? Нет, просто микроминиатюра – это тонкий вид искусства. И хочу, чтобы мой труд был на пользу стране. Диаметр медальки 2 мм. Сделана она из золота и олова. Лежит на срезе кедрового орешка, на котором красуются акварельные символы игр в Сочи. Малышка – почти идеальная копия настоящей медали. Не удалось сделать только самые мелкие рисунки. Сама медаль, грубо говоря, большая, а рисуночек мелкий. И когда мы уменьшаем, то рисунок уменьшается пропорционально, и, соответственно, его в точности, в деталях воспроизвести уже не представлялось возможным. Поэтому я его только так схематически обозначил. Болеть буду за хоккеистов, за наших, и на медали там написано «хоккей». На каждой медали написан вид спорта, за который ее будут вручать. Ну, вот я написал «хоккей». Кабинет Анискина находится дома. Вообще-то он ученый, работает и в институте «Суран». Микроминиатюра – только хобби, которому он порой уделяет по 14 часов в сутки. Разговаривает тихо и очень спокойно. Привык, сильный вздох или выдох может унести готовую фигурку в неизвестном направлении. Скромно признается, руки у него как руки. Обычные. Правша, кстати. Главное ведь не в руках, главное в терпении и спокойствии. Самая тонкая работа выполняется между ударами сердца. Катерина Перемыкина, Влад Комяков, Комсомольская правда, Новосибирск.